Портреты писателей, городские пейзажи, оригинальные черно-белые зарисовки. Все это теперь можно увидеть не только на бумаге или экране гаджета, но и на городских заборах и зданиях. Граффити или стрит-арт – так называется этот вид творчества. О том, каким оно стало в наши дни, что чаще всего рисуют уличные художники и как к этому относятся жители Твери, выяснил наш корреспондент. Граффити и стрит-арт сегодня – это особый вид искусства. Если еще с десяток лет назад это были разноцветные буквы странных очертаний на заборах, то сегодня портреты, пейзажи нарисованы на профессиональном уровне. Стрит-арт и граффити со временем перестали быть просто развлечением. Теперь, чтобы рисовать на стенах, недостаточно баллончика краски. Чтобы перенести из реальности портрет человека на серую стену здания или более того городской пейзаж, необходимо владеть специальными техниками. Уличный художник Михаил Дремин рисует в основном портреты и абстрактные композиции. Увлечен этим с детства. Хобби со временем переросло в профессию. Молодой человек работает в сфере дизайна, а досуг посвящает уличному искусству. Художник признается – творить дело трудоемкое и опасное. Уличный гений должен иметь стальные нервы. Иногда бывает так, что ты рисуешь, и в одну ночь тебе могут пристать абсолютно все. Это будут пьющие люди, которые будут к тебе приставать. Потом приходят сумасшедшие люди, начинают еще что-то делать. В общем, это нервный очень иногда процесс бывает. Художник рассказывает, он неравнодушен глазам. Часто изображает именно их в самых разных ракурсах и цветовой гамме. Ведь глаза – зеркало души, а вообще картинка рождается сама собой. Я для себя придумал, что должен быть достаточно узнаваемый символ. Этот символ, во-первых, это то, чем мы видим. Это самое главное, зачем мы наблюдаем за творчеством глазами. А второе – это то, что за нами постоянно наблюдают. Нередко даже владельцы ресторанов и магазинов просят оформить фасады. Конечно же, за гонорар. Стоимость может варьироваться от 10 тысяч рублей и до полумиллиона. Направление стрит-арта в Твери развивается семимильными шагами. Сегодня стены города украшают работы сразу нескольких молодых уличных художников. Мы спросили у жителей Твери, как они относятся к такому виду творчества. Как вы считаете, вообще в городе должны быть такие рисунки? Да. Не везде, конечно, но должны быть. А кого бы вы хотели видеть или что? Ну, вот что-то похожее, больше связанное с культурой. Главное, чтобы оно смотрелось нормально, красиво и не портило здание, как вот эти оранжевые. Как вы относитесь к граффити на улицах города? Очень хорошо. Если это красивый граффити, то хорошо. Если это писанина какая-то малолетняя, то нет. Ну что, красивая. Мне нравится. Тем не менее, нравится ли граффити или нет, они плотно поселились на стенах городских домов. К счастью, красивые зарисовки вытесняют невнятные надписи. Не так важно, кто изображен или что, говорят горожане. Важно зачастую как. А в том, что уличные рисунки стали эстетичнее, ярче и качественнее, сомнений нет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова